Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Все томаты, томаты, но пора уже поговорить про огурцы, потому что у многих огурцы не получаются. Сегодня я начну серию видеороликов про огурцы, про подкормки, про полив, как поливать, что делать. Все по порядку. Все. Если первую тему я, что вполне естественно, выбрала, это общую, как рассказать людям, что любят огурцы, потому что некоторые новички не представляют даже, на какой стране их высаживать. Я сейчас повторю, что они любят солнце, тепло, стабильный полив и подкормки. И вот вторая тема, которую я выбрала, это, конечно, подкормки. Вот смотрите, столько много завязи. Видите, маленькие огурчики. Если мы заглянем туда, даже у меня в бочкамбов варианте, то есть, ну как, в стесненных условиях, сейчас я разгребу, вы увидите, что огромное количество нарезали огурцы завязи. Подождите, я подберусь. Видите, огурец на огурце, огурец на огурце. Вы видите, что весь ствол унизен завязями. И если кто-то думает, что они просто так, сами по себе, такое огромное количество плодов, как увеличится в размере и вырастут, все превратятся в огурцы, то вы ошибаетесь. И тут уже начинаются вопросы, вот кто так же, как и я рано высадил, кто-то уже и кушает огурцы. Но многих людей огорчает то, что вот эти молодые завязи со временем не увеличиваются, а наоборот. Желтеют, останавливаются в росте, желтеют, засыхают и отваливаются. Конечно, как сказать, все дело в том, что не хватает питательных веществ, и огурцам нужны подкормки. Огурцам просто необходимы подкормки. Если томаты, они вот завязали 5 своих или 6 кистей, вот, например, у нас в открытом грунте, и они весь сезон, все растение работает на них, на это количество томатов, которые у них неизменные, а у огурцов целый конвейер. Мы одни срываем, они тут же завязываются, другие, вторые, третьи. Вы знаете, что в особо в такой хороший солнечный теплый год мы выносим огурцы ведрами. Я вот много лет не знала, куда их девать, сейчас стала уменьшать количество огурцов, потому что уменьшить количество урожая при определенном... Вот у меня была теплица огуречная, и всю теплицу я не могла даже переработать, и отдавали родственникам, и не знали, куда девать. Хорошо нам Златка помогала, собака кавказская овчарка была вегетарианка, она очень любила огурцы и кабачки, и вот она все поедала. Сейчас я уменьшила, потому что живем вдвоем, но я хочу подсказать тем, у кого... Кто хочет много огурцов, у кого большая семья, кто любит соленые огурцы, хочу рассказать, что самое главное, это подкормка. В отличие от томатов, еще раз повторю, огурцам не только не противопоказаны, а даже показаны вот это, ассотосодержащие подкормки, всякие натуральные, дрожжевые и все. Но сразу хочу отметить, что предпочтение нужно отдавать все-таки органическим подкормкам, натуральным подкормкам. Ну, во-первых, у них короткий срок созревания, я уже в прошлом году говорила, что если мы чем-то таким подкормим их, не очень хорошим, то потом мы сами же это и скушаем через несколько дней. Они же очень быстро, вот такой огурец, он может уже через несколько дней сделаться взрослым и попадет к нам на стол. Я все ссылки на прошлогодние видео вам дам в описании к этому видео, но я скажу только, что люди используют различные подкормки, подкармливают курином пометом, подкармливают даже настоем коровика, но с ним нужно быть осторожно, чтобы не сжечь их, подкармливают золой, подкармливают настоем луковой шелухи, подкармливают дрожжевыми различными вот этими брашками, травяными настоями. Все идет в ход с огурцами. И тут мы не должны бояться, что мы переборщим, или что мы их перекормим, или что они зажируют. Огурцам все идет на пользу, они такие прожорливые, и все у них это идет в плюс. Спрашивают, как часто можно кормить. Вообще специалисты рекомендуют подкормки делать раз в неделю. Вы представляете, это очень часто, сколько раз за сезон выйдет, но все-таки чередовать, не делать одни и те же подкормки. Например, дрожжевые рекомендуют три раза в сезон, золу подкармливать золой тоже три-четыре раза в сезон. И вот все такие ограничения, они все-таки есть. Но все равно огурец, он всеядный. Можете подкормить хоть чем. Подкармливают настоем хлебных вот этих корочек. Все отходы со стола с нашего идут в корм огурцу. Из всего этого потом получаются вкусные хрустящие огурчики. В прошлом году, я в этом году еще ничего не делала, поэтому я сейчас не показываю, как я развожу, как я настаиваю. В прошлом году есть видео и про дрожжевую, и про подкормку золой, про подкормку луковой шелухой. Все это я делала. Сейчас еще рано, потому что я вот только начну первые подкормки делать, и я начну подкормки делать, именно нужны микроэлементы им, чтобы не было вот этой желтой каемки, потому что кроме вот этих органических удобрений, направленных на увеличение зеленой массы, на увеличение вот этого, ну как, листового аппарата, ему нужна подкормка калий-магний, как всегда, как и всем фосфор, калий-магний, чтобы вот здесь по краю не возникла вот эта желтая каемка. Уже некоторые пишут, что вот эта желтая каемка на листях. Но вот эта тема касается только того, что подкормки для огурцов очень важны. Подкормки для огурцов... Ой, пришла, пчела. Подкормки для огурцов важны. Подкормки нужно делать часто. Подкормки нужно делать разнообразные. Подкормки нужно делать с уклоном на натуральные вот эти вот органические добавки. И тогда у вас, я уверена, тогда у вас будет урожай огурцов отменный, огромный. И тогда все ваши вот эти вот молодые завязи с успехом превратятся в полноценные огурчики. Все. Следующая тема будет, как поливать огурцы, чем поливать, как часто.